Добрый день, всех приветствуем в студии Укрлайф ТВ, и с воодушевлением приступаю к расспросам Дмитрия Марунича. Приветствую, Дмитрий. Спасибо вам большое за оптимизм. Вот вы, наверное, человек, который все-таки едва ли не больше, чем синоптики, всегда меня пугали прогнозами, что в случае, если вдруг там Газпром и газ не дойдет, а зима продлится еще и на весну, как сейчас происходит, замечательно, снежок кругом, то всякое может быть Украине. Если серьезно, то после решения Стокгольмского арбитража, достаточно неожиданного решения, ну для всех, казалось бы, такой монстр, колосс, Газпром никогда не проигрывает, тяжеловерский вдруг раз и проиграл. Ну и выставлен счет, и дальше началась какая-то страшная мифологизация ситуации. И вот пытаясь в этом разобраться, мы поняли только что, ну как, я вот недопонял, но тем не менее, что все-таки Газпром не хочет платить сразу, можно заплатить, но не сейчас, а главное, что чуть ли не вот перекрыт уже газ в Украину, это я, так сказать, усиливаю специально. Ну и президент выступил, сказал дважды довольно серьезно, что надо прикрутить. Я такой вопрос, знаете, как бы подводку к вашему уже тексту. То есть, что произошло, собственно говоря, в Стокгольме, и насколько все это серьезно с точки зрения, ну и ГТС, и газа, и тепла же у нас в домах, и в душах. Да, вот глобально просто такой глобальный вопрос. Я просто скучился издалека и решил так, сказал уже. Что произошло в Газпроме? Было первых два иска, по которым было некое паритетное решение принято, такое, в принципе, устраивающее две стороны, и все ожидали некого паритетного решения и по иску транзитному, чего не произошло. И что спровоцировало дальнейший, как бы, я не говорю, ну конфликт, да, скорее все-таки конфликт, но конфликт, который повысил уровень неопределенности в отношениях между Киевом и Москвой в газовой сфере, там, в разы, наверное, до максимально возможного уровня за все годы, несмотря на те вот так называемые газовые войны и так далее и тому подобное. Почему это важно? Потому что срок контракта истекает, контрактовый истекает там, либо он сам, они сами по себе закончатся в девятнадцатом году, либо же Газпром, возможно, ранее их разорвет через арбитраж, но пока этого еще не знаем, сколько будет длиться разбирательство. Поэтому, ну в любом случае, на весь этот период ситуация, мягко скажем, такая подвешенная. Это очень важно, и это нужно учитывать при любых попытках анализировать данную ситуацию. Это первое. Что произошло? Да, Газпром проиграл по второму иску, хотя это, повторюсь, было... Все ожидали паритетного решения. Я даже уверен, что в нефтегазе мало кто ожидал такого решения. Ну почему? Потому что такой диспаритет очевиден. Нефтегазу, получается, полностью удовлетворили все их претензии за 11 лет относительно того, что Газпром не прокачивал часть оговоренных объемов газа. Причем не только за те годы, которые предшествовали решению арбитража, но и за два года, которые вот нас ждут еще впереди, 18-19. Что, в принципе, стало одним из важных факторов, почему Газпром пошел на разрыв контрактов. Его это решение, очевидно, не устраивает. Если он таких разорвет, то, возможно, тогда не будет платить вот этот вот... За два вперед. Да, за два вперед. То, что, очевидно, он не выберет. Ну то есть тот объем транзиста, который, очевидно, не будет Газпромом использован через украинскую ГТС. А это могут быть разные объемы, и вообще сумма будет исчисляться, ну, как минимум, сотнями миллионов долларов США, а может, ну, даже более миллиардов. Ну, это не суть важно сейчас, но как бы будет, в любом случае, ситуация такая, как бы, достаточно неприятная для Газпрома. Поэтому все ожидали, ну, в целом, скажу вам, такого паритетного решения по второму иску. Получилось не паритетное. Почему? Ну, это пусть Газпром уже, наверное, должен отвечать на эти вопросы. Юристы, которые данную компанию защищали в суде, поскольку там же они привлекали также, как и нефтегаз, кстати, западные юрфирмы. Там особо нефтегаз не судился, как таковой. Но, очевидно, что это не конец. То есть все думали, что будет точка в разбирательстве, и стороны смогут возобновить сотрудничество. Все на это указывало. Шли переговоры около месяца, однако этого не случилось. И более того, вот сейчас под вопросом даже то, как будет исполняться решение арбитража в текущем году по поставкам газа сюда. Мы знаем, вот я не знаю, кстати, возвращаясь к этой истории, зачем после еще прошлогоднего решения промежуточного нефтегаза тут на всю страну, на весь мир рассказывал, что отменили, принцип береги платили. Его же не отменили, его скорректировали. Вот как показала практика, уже есть окончательное решение, его скорректировали в 10 раз. То есть Газпрому вот качали и платили, не скорректировали. Ну, бог снимаю. Нефтегаза не отменили, но из 52 сделали 5, более чем 10 раз условно говоря. Вот. И Газпром в принципе должен поставить, а нефтегаз должен отобрать здесь и оплатить точнее порядка 5 миллиардов кубов газа. Кстати, все стороны не договорятся, вот тут еще тоже еще один повод для конфликта, потому что мы должны будем заплатить за этот газ. Вот. И поскольку допсоглашение не подписали, вот перехожу к ответу на ваш второй вопрос. Ну, как бы резюмируя по первой части. Было бы паритетное решение по второму, скорее всего стороны бы договорились и с 1 марта даже без допсоглашения, которое было крайне нужно, все равно пошли бы на какой-то компромисс. Русские отпустили бы сюда какие-то объемы газа, необходимые Украине тогда. Но поскольку за месяц там переговорного процесса, там, или около месяца, ни о чем не договорились, а точнее не подписали дополнительное соглашение, то тогда уже, к сожалению, вот возникла такая ситуация. Что могу вам сказать? Тут же в итоге пострадали кто? Украинские потребители. Им-то прикрутили. А руководство нефтегаза попыталось снять с себя ответственность. Традиционно сказал, что виноват во всем, там, Путин, Россия и так далее. Но что произошло по факту? Снижалась температура воздуха. Все сидели и смотрели на графики. Есть уже информация, что из Укртрансгаза даже в нефтегаз писали письма, что при том уровне реверсных поставок, они там были крайне незначительные во второй половине февраля, газа просто не хватит. Объективно, потому что потребление росло, хранилища были на максимуме возможного, отбор был на максимуме возможного. Добыча, собственно, она как бы, ну почти константна, там плюс-минус пару процентов, ну понимаете, она же не может увеличиться в два раза, когда она нужна. И вот 1 января, ой, извините, 1 марта, при температуре минус 15, условно говоря, там или минус 17 ночью, минус 12 днем в Киеве, ну эти, ну совсем не аномальные морозы, случилась такая неприятная история, как дефицит газа в пределах 25 миллионов кубов при суточном потреблении 200. Очень большое, кстати, потребление, за всю зиму практически такого не было. Почему зима ж теплая была, лучше помнить, зимы ж не было опять. А тут вдруг ни с того ни с сего, да, там 4 дня продержался мороз. То есть реверса не было практически, хранилища работали на максимуме, а Газпром, ну в принципе, при отсутствии доп. соглашения, которое определяло в том числе по квартальные, там посуточные объемы поставок, а также точки этих поставок, что очень важно. Они вот могли, например же, поставить этот газ на ГИС, который находится на неподконтрольной нами территории. Ну так, давайте рассуждать это серьезно. Доп. соглашение определило бы все. Все. Его не было. И, конечно, Коболев отправил этот, не знаю, зачем они отправили предоплату, сложно сказать. Наверное, если бы, повторюсь, было решение арбитража компромиссное, как бы, как-то нашли бы. А тут Газпром решил пойти по всей строгости четко по документам, сказал, извините, мы вам газ не отпустим. Украине газа не хватило. Нефтегаз не смог, почему-то, воспользоваться своими уникальными долгосрочными контрактами, которые у него есть по реверсу. Но, по всей видимости, мы не видели этих контрактов. Я сам бы с удовольствием посмотрел на них. Но получается, если принимать во внимание слова господина Витренко, что по ним этим уникальным долгосрочным реверсным контрактам цены, почему-то, были тысячу долларов за тысячу кубов. Что это за контракты и в чем их смысл? Вы же поймите одну простую вещь, что мы могли попасть в такую ситуацию в прошлом году, когда в хранилищах на 20% газа было меньше, мы вполне реально можем попасть в нее и в следующем году. Мы же не знаем, что будет с Газпромом. В прошлом году вообще все бы даже попытки как-то перевозить ответственность на Газпром были бы просто смешны, потому что они нам вообще ничего не поставили, ничего не должны были. Мы бы не покупали у них 700, как вы помните, с чем-то суток газ. И тут оказалось, что на 700, условно, 21 сутки почему-то, из-за того, что Газпром нам не поставил газ, у нас не хватило внутренним потребителям. Нефтегаз, да, переплатил. Ну, я не знаю, повторюсь, сколько, но сколько-то переплатил. В конце месяца будет понятно, почем там газ импортировали из Евросоюза. По факту. Из каждого направления, там, Словакия, Польша, очевидно, что переплатили. Перспективы похода в Газпром, в арбитраж за этими деньгами, думаю, не очень высоки, поскольку нет доп. соглашения. Не знаю, чем они там будут мотивировать, что Газпром именно 1 марта должен был им поставить на границу газ. Мне сложно сказать. Из-за этого они пошли покупать газ у поляков дороже. Если есть такой документ, то, наверное, его бы уже повесили на каждом заборе. Там, в районе улицы Хмельницкого, 6 или еще где-то. Ну, давайте будем с реалистами. То есть, а в арбитражном решении это написано, что 5 миллиардов должны поставить в год. Но это же не значит, что 1 марта что-то должны были поставить. Вот такая вот непонятная, ну, как бы, ну, как понятная ситуация в целом. Ну, проще это сказать, что во всем виноват Газпром. Потом же пойти еще пиаром внутрь страны, рассказывать про прикрути. Ну, в принципе, это благо. Пиаром сжечь сердца людей. Да, благо то, что ситуация была всего лишь проблемной, там, 3-4 дня, как таковы. Помните, даже школы по закону. Ну, реально. Да, ну, все же были. А что правительство было делать? Правительство приняло единственное возможное решение. Перевести ТЭЦ, там, где это возможно, на мазут. Это было сделано. И там, когда потом Кобалев демонстрировал красивую табличку и рассказывал, что вот в этих городах прикрутили больше всего, конечно же, это касалось Харькова, Киева, Кременчуга. А почему? Там большие ТЭЦ. А эти ТЭЦ, что у нас потребляют природные температуры? Ну, падение температуры в квартирах, оно, наверное, тоже было. Было, да. Пару-тройку градусов. Люди писали. Я лично читал, то есть, люди, которым я не имею основания не доверять. Чиркасская область, тоже Кременчуг. Просто люди мерзли в квартирах. Ну, Кременчуге был, кстати, рекорд достигнут. Там на 34% или на 35% сократили. То есть, они прикрутили... Ну, они прикрутили людям тепло... Резче всех. Не, ну, с не смехом, но что это такое? Это ЧП было, или вот что это такое? Такое было посередство на нашу безопасность такую, даже не энергетическую, а тепловую, да, или вот что? Это было, ну, не надлежащее выполнение руководством нефтегаза своих обязанностей, должностных. Ну, население в том числе, да? Не, ну, они должны были подписать такие контракты, или уже, если вы их подписали, покупать газ дорого. Если по этим контрактам прекрасным, долгосрочным, которые у нефтегаза есть по реверсным поставкам, возникает ситуация, когда они вынуждены покупать газ в два раза, в три раза дороже, чем некие кортировки среднемесячные, но, наверное, что-то не так в консерватории. Если в компании «Нефтегаз Украины» не накопили достаточных объемов газа, и в конце сезона отопительного возникла ситуация, когда хранилища на пределе, и закрыть этот дефицит нечем, то, очевидно, это что? Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Все. Вот и все. Если бы Кобалев не стал победителем в стокгольмском арбитаже по второму иску, то, думаю, что у премьер-министра Гройсмана появилось бы куда больше аргументов для смещения господина Кобалева. Сейчас, конечно, ситуация шаткая. Вон Кобалев на днях поехал очень раз в США, я думаю, вылил там на Гройсмана очередную ушат грязи. Потому что там, знаете, как выглядит все диковато. Я встречался с кем-то из Госдепартамента и по официальному сообщению «Нефтегаза» обсуждает продление так называемых спецобязательств по поставкам газа внутри Украины. Я не знаю, может Госдепартамент такие вопросы и решает. Это исключительно внутриукраинское дело. Это вот один из конфликтных таких моментов между «Нефтегазом» и «Кобмином». «Кобмин» хочет продлить спецобязательства, а Кобалев и компания хотят их там отменить прямо сейчас. А Кобалев же подчиняется по идее, да? Кому-то? Акционер, ну кому-то. Он подчиняется сам себе уже по факту. И нам совету, который уже в Лондоне проводит свои заседания, за которые мы все с вами, потребители, заплатим что-то 72 миллиона гривен, по-моему, в этом году. А вот объясните, если это можно так и не знаю, как возникла такая ситуация, что Кобалев стал чуть ли не равновеликой фигурой премьеру, если он может в Америке какие-то свои интересы защищать, ораторствуя? Ну, потому что одним из условий реформы было, в частности, проведение общей реформы нефтегаза, проведение реформы корпоративного управления, сделать компанию независимым. Но так получилось, что она стала, прежде всего, независимой от своего акционера, которым является Кабинет Министра Украины. То есть, если бы это была частная лавочка какого-нибудь там, я не знаю, Юры Витренко или еще кого-нибудь, пожалуйста, устанавливайте зарплаты себе 15 миллионов гривен в месяц и делайте, что хотите. Проводите хоть в сауне заседание, хоть в Лондоне, я нам советую, давайте будем реалисты. Это, по сути, компания, которая, ну, она как бы де юре государству не принадлежит, но акционером ее является Кабинет Министров Украины, но который ничего поделать не может, потому что есть некие, как бы, с запада вот такие сигналы, что она должна быть независимой. Кто еще там акционер? То есть, как-то пакет государства? Я же удивляюсь, что государственная компания… Кабинет Министров Украины, еще раз повторяю. А получается, что Кабинет Министра Украины даже не может совершение стокгольфского арбитража получить от Коболева. Даже не может. Не, ну вы смеетесь, так оно и есть. Они просто, они в Кабмин его не отдают. Ну, Гройсман может… Так сместить его может Гройсман, нет? Что? Ну, вот вы начали мысль, что он мог бы его сместить. Формально может, конечно же. Но пока ему, я думаю, что прежде всего не дадут американцы этого сделать. О, как красиво. То есть, американцы как бы этим сектором… Да. Формально, конечно же, именно Кабинет Министра Украины назначает главу управления НАТО «НЕФТЕГАЗ» Украины. Это очевидно. Это даже не обсуждается. Иначе, извините, тогда уже мы дойдем до какого-то абсурда. Может, Коболев сам себя будет назначать, переназначить себя на 25 лет. Ну, вот так получается. Пожизненно, пожизненно. И теперь, значит, что получилось после решения о нефте… Арбитраж должен был передать, но «НЕФТЕГАЗ» просил, по крайней мере. То, что еще важно, кстати, это очень важно. По сути, арбитраж ограничивался по ходу трактовкой только тех положений контракта, о которых мы знаем. Это вот эти принципы «бери или плати, качай или плати». Но вот все предложения «НЕФТЕГАЗа» относительно пересмотра транзитной ставки, то, что они просили, передача транзитного контракта от «НЕФТЕГАЗа» к «ТРАНСГАЗу» – это очень важные вещи, которые, по сути, составляют суть нашей внутренней реформы, точнее, реформы нашего внутреннего рынка природного газа. В этом все было отказано. Есть там лишь какая-то очень странная формулировка, что Украина имеет право руководствоваться положениями своего национального законодательства, определяя ставку транзита. Но что это значит? Очевидно, «НЕФТЕГАЗ», наверное, попытается этим воспользоваться, пойдя еще раз в арбитраж и что-то пытаясь доказать. То есть повысить ставку транзита в несколько раз. По крайней мере, со слов господина Витренко это проистекает. Но чем это закончится, как мы понимаем, гадать, наверное, сложно. По другой стороне, если «Газпром» озарвет контракт, то, наверное, тогда в любом случае придется садиться за стол переговоров и что-то обсуждать. Вопрос, какая будет ситуация тогда, если заработают транзитные трубопроводы в обход Украины, то договариваться нужно будет, извините, буквально о каких-нибудь там, ну даже будем реалистов, 15 миллиардов кубов транзита. Это самый худший вариант, о котором часто мы говорим. Если договариваться нужно будет о 60 миллиардах кубов, то там уже другой совсем разговор совершенно. Кто его будет вести, тоже непонятно. С Коболевым никто разговаривать не хочет в Москве. Гройсман пытался на себя перетянуть инициативу, но пока, как вы понимаете, после этого решения арбитража все просто подвисло в воздухе. Нефтегаз с «Газпромом» готовы лишь встретиться до конца марта и обсудить условия разрыва контрактов. Ну встреча будет, скорее всего, простая. «Газпром» скажет, мы хотим контракты разрывать, «Нефтегаз» скажет, мы их не хотим разрывать, они нам выгодны, после чего «Газпром» отправит бумагу просто в арбитраж о разрыве этих контрактов и начнется очередное, наверное, хотя арбитраж, по идее, 6 месяцев, как правило, рассматривает там различного рода споры, подобные должен рассматривать по регламенту. Но, как мы видели, история с «Нефтегазом» и «Газпромом» затянулась на долгие два с лишним года, и, в общем, так оно, и в итоге, если подходить к этому, опять же, так уже конкретно, то, получается, они просто трактовали те, буквально, достаточно простые положения контракта, они не вынесли решения по тем распредложениям «Виртуальный реверс просил нефтегаза разрешить», и мы отказали передать транзитный контракт, отказали установить здесь цену газа для Украины по принципу «Нетбэк», граница ФРГ, например, минус транспортировка от украинско-российской границы, отказали цену газа для Украины. Эти все распредложения отправили в избесном направлении. А вот простые, в принципе, вещи, как на заборе написано, «Украина должна покупать 52 миллиарда кубов газа». Вот тут арбитраж два года трактовал это, ну, там, пару статей, правда, там еще санкции были прописаны. А касательно кача или поти, это вообще одно предложение. «Газпром» обязан каждый год поставлять не менее 110 миллиардов кубических метров газа. И вот два с половиной года люди, получающие, ну, я не знаю, может, меньше, чем у Кобалева зарплаты. Ну, да, меня это вызывает, конечно, тоже вопрос, что там трактовать можно было. Не, понятно, что всем выгодно, юристы получали многомиллионные зарплаты. Я думаю, все же, это все понимаете, это вся, как говорится, эта музыка может играть вечно. Вот, то есть не ставлю, да, я как бы далек от того, чтобы ставить там компетенцию арбитров, это серьезный. «Газпром», наверное, уже недалек от этого, ну, давайте же будем реалистами. Наверное, решение чем-то оправдано. Хотя, очевидно, конечно… Ну, вот, как «Кощи бессмерт» говорят, «должок», вот эти миллиарды, как будет это платиться? «Газпром» заплатит, конечно. Ну, это газом или деньгами, живыми или каким-то, не знаю, там… Вообще, в принципе, должны заплатить деньгами, конечно. Нет, если стороны договорятся о чем-то ином… Ну, хотелось бы, газа была там на долгие годы вперед у нас в Украине. Я думаю, это не выгодно нефтегазу, потому что… Хотя, кто знает… Ну, давайте так, Кобалев уже заявил, кстати, что он уже собирается деньги потратить. Их нет, как бы… Вообще, Кабмин утверждает финплан нефтегаза, но Кобалев уже заявил. Сказал, что нам нужны деньги, на добычу газа мы их потратим в Украине. Поэтому газом, ну, вы понимаете. То есть, уже, как бы, если… Ну, опять же, он тут, насколько он компетентен. Финплан нефтегаза все равно утверждает не он, ну, слава Богу. То есть, если он будет еще утверждать себе зарплату, как вы понимаете, мы вообще приедем… Это уже станция конечная будет, так сказать. Там, не знаю, какая она, Святошино или… Станция… Личный вокзал, поезд дальше не идет. Дальше расскажут. Дальше расскажут. Конечная станция переименовывается. Дмитрий, но вот, все же, ваша логика, ну, как у меня приводит к такому, знаете, ну, почти парадоксу, что мы можем, сколько угодно, повышать и рассуждать о повышении транзита по трубе, по которой никакого, может, движения не будет. Может ли такое, что вообще по трубе никакого газа идти не будет, а транзит мы, конечно, там… Это хуже. Вернее, тарифы на транзит мы как бы увеличим. Это хуже. То есть, тарифы повышаем, транзита никакого нет. Я не верю в такой вариант, хотя я знаю, вот, отдельные, там, ну, скажем так, коллеги по рынку, даже в ваших эфирах подобные версии высказывают. Да, да, я поэтому и транслирую вам, что… Я не верю в такой вариант. Думаю, в любом случае, транзит какой-то останется. Что-то оставит. Но он будет слишком незначительным, скорее всего. Пока ситуация развивается так, что он будет слишком незначительным и звучат здравые голоса здесь, внутри страны. Не потому, что нет нефтегаза. Что нужно готовиться к этому варианту. А транзит может быть 15, может быть 20 миллиардов, может быть 25. Вы же говорили не то, чтобы наказать нефтегаз, или там Украину, или нашу там власть какую-то. Нет. Россия это может делать, сколько угодно. А какие-то страны же получают на границе, вы говорили о Польше, которая там дальше, Германия. Нет, Польша через нас очень мало получает. А кто получает через нас максимум? Через нас получают Южная Европа, Балканы. Сейчас до сих пор Турция, но с Турцией придется попрощаться, как только… Там уже все понятно. Они построят турецкий поток. Они скоро же или там быстрыми темпами, ударными? В мае месяце первая труба уже будет на побережье. Уже как-то так быстро. Там еще нужно будет построить инфраструктуру. Там уже вопрос решен. Мы точно потеряем, в первую очередь, порядка 14-15 миллиардов кубов, если она будет загружена. Просто в Турции, возможно, потребление будет расти российского газа, мы не знаем. Но, по крайней мере, «Газпром» за последние полтора года продемонстрировал хорошие такие темпы наращивания поставок. Ну, окей, бог с ним. По Турции там уже вопрос закрыт. Стоп, что закрыт. А что? Это значит, как будет обмелеет, выражаясь, так сказать, образно и, может, не персонально. Турбопровод, который идет туда. А какой это? Где она заходит? Это где-то через Одессу? Там куда-то или как? Она заходит от трубопровода, там длинное название, Елец, Кременчук. И туда, в общем, идет на Орловку на юге. Он через Молдавию проходит, потом на юге Одесской области выходит в Румынию. Через Румынию, Болгарию и в Турцию. Туда для нужд Турции где-то порядка, надо посмотреть будет, сколько в прошлом году. Наверное, больше. В позапрошлом году порядка, по-моему, 14 миллиардов качали на Турцию. В прошлом, наверное, больше. Я просто еще не найду. Ну, это нормально же, да? Ничего себе нормального цикла. Вот, в первую очередь, с Турецкого потока львиную долю практически все и отберет. Для этого его и строят. Ну, понимаете. Для чего? Для того, чтобы у нас это брать. Чтобы как-то Украине навредить. В чем там экономическая целесообразность этого? Для Газпрома, я вам скажу, точка окупаемости наступает где-то через 5-6 лет. Вот и все. Ну, им дешевле. Смотрите, там транзитный тариф Украины, даже текущий. И плюс Витренко предлагаю его в три раза повысить. Вот о чем я уже упомянул. Потом небольшой транзитный тариф Молдавия. Там мелочи, в принципе, там 70 километров. Но все равно есть в Молдавии. Просто Газпром является акционером Молдова газа. Потом транзитный тариф Румынии и Болгарии. И совокупно там получается так недешево. Ну, я сейчас не хочу просто подробности внедрять. Ясно, что у нас на второй год турецкий поток не окупится. Но очевидно, что там точка окупаемости, по моим оценкам, где-то в пределах 5-6 лет. Для двух нет. Ну, для первой плохая будет окупаемость. Но они, скорее всего, построят и вторую очередь. Ну, не проще ли было купить эту часть трубопрода? Это ГТС. Все же говорят, что трубу там распродают потихонечку. Мы не хотим продавать. Во-первых, мы ввели еще при ценюке законодательный запрет. Это продажи. Ну, не продажи. Это называется вхождение в капитал оператора ГТС Украины, который должен быть создан. Пока непонятно, как будет создан. Опять же, грязня между Хруисманом. То есть, в Молдове там входят они, да, как акционеры и ГТС? А в Украину никто не входит? Там 70 километров, по-моему, трубы. Но все равно это как? Я когда там был в Молдова-Газе, скажу вам, это мрачное зрелище. А что там у них? В обед свет выключали на этаже, где находится Молдова-Газ. Ну, приезжаешь, мы приехали там по работе. А это как раз обед был. Поднимаемся на лифте, это седьмой этаж, там админ здание в Кишиневе. Там свет не работает. Почему? Людей отправили. Это, правда, было еще давно достаточно. Это было 2008 год, если не ошибаюсь. Но сам факт. Там просто выключили свет и людей на обед отправили. Но, наверное, все-таки в Нефтегазе даже, если бы отключали свет на обеденный пирог. Ну, это Молдавия. Это маленькая страна. Кто бывал в Молдавии, там хорошее вино, там красивая природа. Очень плохие дороги. Сейчас, не знаю, может построили. Дороги там были просто ужасными в свое время. Ну, вы понимаете, что такое Молдавия. Даже соединение с Украиной. Украина – это огромная империя по соединению с маленькой Молдавией. Как где-то вот здесь сравнивать Украину с Россией, то, наверное, так можно украить. Ну, и уж о Приднестровье тогда скажите. А Приднестровье что такое с точки зрения транзитов, газа и отбора, и, так сказать, обеспечения себя? Нет, трубопровод транзитный не идет через Приднестровье. Там есть другая труба, по которой снабжается сама Молдавия. Она проходит через Приднестровье, но она не транзитная. А где они покупают Приднестровье вообще газ? Ну, Россия поставляет туда. Но смотрите, там давно конфликтная ситуация. Приднестровье – это где-то до третьего потребления Молдавии. И долг они же не платят. Там очень конфликтная история. Газпрому должны уже более 2,5 миллиардов долларов США. Это вообще как бы долг формально висит на Молдово-Газе. Как у нас, помните, мы говорили о наших неконтролированных территориях, где тоже должок увеличивается. Да, по сути, да. Просто у них это тянется уже, вспомните, сначала этого Приднестровского конфликта много лет. Сейчас ситуация более-менее как-то решается. А как она может разобраться, у нее денег на это, наверное, нет? Молдову платят? Нет, Молдову не платят, но как-то там, по крайней мере, пытаются искать компромисс. Как-то покупают ГТС целиком же, да? Пытаются найти какой-то компромисс, да. Ну да, Молдовец за текущие поставки платит. Они потребляют всего порядка 3 миллиардов кубов российского газа в год. Если бы они перестали платить, то, как вы понимаете, мы поставки газа просто бы ограничили, ну как должнику. Поэтому, повторюсь, труба идет на юг, вот туда. Там, кстати, вот я не закончил. Вот там где-то находится этот несчастный Чао Газтранзит, ну в той части ГТС, который господин Гройсман обещал арестовать. Это вот актив Газпрома на нашей территории, возвращаясь, что мы можем у них отобрать. Но поскольку это 40% акции, там чуть больше Газпрома принадлежит, если я не ошибаюсь, и стоит он там по словам Гройсман 24 миллиона долларов. Но я хотел бы посмотреть на человека, который бы в трезвом уме и, как там называется, и памяти заплатил бы за все, за это 24 миллиона долларов в США. Но, как вы понимаете, когда туда перестанет что-то качаться или оно? Вообще не будет с людьми ничего? Ну нет, оно будет там что-то качаться. Надо арестовать или не надо идти? Как вы сейчас? Их уже арестовали. Так никто же не купит. Не, ну может купят? Наверное. А, то есть важно вот подчеркнуть. Я-то слышал только, что они собираются арестовывать везде, где можно. Нет, уже поарестовывали там все, что только можно. А вот что уже арестовали? Газпромовского? В частности, этот пакет акций. Это самый крупный актив Газпрома. Повторюсь, там, наверное, где-то как-то посчитали его какую-то рыночную стоимость, 24 миллиона долларов. Ну, в общем, печально. Плюс какие-то счета, понятно, там, представительство Газпрома в Украине. Есть еще ООО Международный консорциум по управлению и развитию ГТС Украины, который еще при Кучме создавали, если вы помните. Это много лет назад, были проекты совместные. Это еще Кучма. Кучма, вы же помните, Шрёдер, Путин уже был. Не Ельцин, Путин. О, это было интересно. Это еще когда наш человек выглежал. Все оттуда еще. У Газпрома там 50%. Там уставный капитал, по-моему, всего миллион долларов или 2 миллиона долларов. Ну, не суть важна. И эта доля тоже, по-моему, арестованная, если не ошибаюсь. Ну, ее можно... А кому она нужна? Кто ее купит, эту долю? Это, ну... Кстати, ну... Не знаю, можно, конечно, деньги этого... А, кстати, Минюст сообщил, что 80 миллионов гривен они взыскали. Я так понимаю, что это, скорее всего, дивиденд для этого гастронзита несчастного за какие-то предыдущие годы, когда он еще работал. Ну, какой-то асиметричный ответ Газпрома. Вот уже вы видите, наверное, что-то и знаете. Или что нам предстоит вытерпеть от Газпрома? Это просто будет идти четко по закону. Поверьте, они заплатят эти деньги, если они проиграют все окончательные апелляции. Они подают две апелляции в суды Швеции. Будут оспаривать процедурные, я так понимаю, моменты вынесения решения. Все ли там арбитраж, когда выносил решение, был ли он корректен. Все ли доказательства, которые были сторонами поданы, были учтены и рассмотрены. Будут две апелляции по каждому из разбирательств. По первому, по второму. Причем первая уже подана, вторая, возможно, уже подана или в ближайшее время будет подана. И иск о разрыве контрактов. Это будет три разбирателя. Если они все проиграют, то очевидно будут платить. У меня это не вызывает никаких сомнений. Газпром большая компания, они в отчетности в свои предыдущие годы резервировали данные суммы, в отличие от нефтегаза. У нефтегаза план Б был, я думаю, точно такой же. Если бы он был проиграл, то мы бы пошли на разрыв контрактов. Но при этом нам бы платить просто было нечем. Просто реально нечем, это не шутка. Тут совсем нечем. У нас в студии вышел такой разговор замечательный о российских новых планах. Ну, после уступления Путина, сейчас накануне его выборов. И как-то человек в студии, кажется, и Вакаров, и кто-то еще говорил. И мне сразу писали наши российские подписчики. Многоуважаемые, что строится новый арктический ледокольный флот в России. Потому как там все эти, значит, все мордоруты, то что было. Там просто найдены какие-то новые месторождения, построены новые заводы и так далее. Что вы об этом знаете? Ну, смотрите, это касается конкретного проекта Ямал-СПГ. Вот порт Сабета, увидели, было еще как раз, по-моему, это перед Новым годом, если я не ошибаюсь. Запустили ELUG-терминал. Сейчас по проектной мощности не скажу вам, но достаточно мощный игрок будет. Поскольку там арктическая зона, там нужны газовозы, которые обладают соответствующими характеристиками. Один точно построен, вот этот вот Кристоф де Марджери покойный, если вы помните, который разбился. Ну, это бывший глава компании «Тоталь». Именем его назвали первый «Тоталь», там же один из этих, из участников проекта. Но это «Новотек». Там с российской стороны участвует компания «Новотек», частная компания. Они занимаются производством газа на Ямале и сжижением его. И вот, если помните с широкой этой истории, там, танкер, газовоз пошел сначала в Британию, потом как-то в Штаты попал. Ну, это глобальный рынок, он может идти куда угодно. Там его перекупили, возможно, пять раз по ходу исследования этого газа сжиженного. В Штатах было холодно, там цены взлетали, опять же, как в Европе, сейчас вот в мартовской истории, наверное, там, опять же, до космических показателей на бирже. Поэтому рынок был ликвидный, туда отправилось судно «Сабетты». «Сабетты» – это этот порт, в котором, собственно говоря, ведется отгрузка ЛНЖ или СПГ. Проект будет развиваться, там будет большой, я сейчас… Ну, это нужно отдельно посмотреть документы, я так… Сколько судов, там всегда будет строиться арктический флот, там порядка, по-моему, не менее 12 судов. Да, я сейчас не готов там говорить, нужно отдельно… Ну, хотя бы доля вот добычи и сжижения газа, насколько она там может в процентах какой-то… По сравнению с объемами трубопроводного экспорта «Газпрома», это, конечно, незначительная доля. Они продали в прошлом году 190 миллиардов кубов на внешние рынки. Это только получается… Смотри, перекачали по трубам или вот это… Да, перекачали. «Газпром» занимается поставками пока… 190 миллиардов, хорошая такая цифра, цифра. Европа что-то 150, там уже плюс еще страны СНГ, Турция же отдельно. Ну, это было много, «Газпром» просто рекорды. Они вот в первые дни марта, они вообще поставили суточные рекорды по поставкам в Евросоюз. Так получилось, что Норвегия по разным причинам не смогла заместить. В Индерландах добыча падает, она, кстати, падает очень серьезно. Это, ну, крупные добывающие в Европе страны. И кроме как российским трубопроводным газом заместить было нечего. Тут Коболев поехал в Штаты, сделал туда заявление, призвал Европу покупать американские СПГ, которые там на скидку где-то на треть дороже, любого трубопроводного газа, включая норвежский или российский. Ну, как я сказал, сгорел на работе человек. Ну, нет, вопрос, кто заплатит эти 30 процентов, понимаете? Американцам было бы выгодно, конечно, продавать сюда СПГ. Они даже пытаются это делать, но там объемом поставок. Если в прошлом году зашел… Европейский рынок – это там 500 миллиардов кубов потребления. Если из Штатов зашло 2-3 миллиарда совокупно… Это вот в Польшу, да, они гоняют свои? В том числе и в Польшу. Ну, гоняют – это громко сказано. Там, по-моему, два судна зашло. Плюс Польша не способна принимать крупнотоннажные суда СПГ. Это ухудшает экономику. Вот, например, порты, точнее, LNG-терминалы в Испании и Португалии. Они там находятся, как вы понимаете, непосредственно на океане. Плюс части Средиземного моря. А там построены такие же… Да, в Испании там, в общем, натыкали столько терминалов, что, мама не горюй, просто их заполнить нечем. То есть они ждут, поджидают американский газ? А вот немцы хитрые, не хотят строить, им проще. Давайте будем реалисты, потому что экономика ФРГ – это не экономика Испании и тем более не экономика Португалии. Какая экономика Португалии? Кто был там? Всегда раз знаю. Ну, тут новые цифры, что после прихода… Фейхуа или что там? Я вот хочу поехать в Португалию. Они же хотят переходить, якобы немцы, кто там, Меркс, на какие-то возобновляемые источники. Все более и более будут они освобождаться от российской зависимости или это все скорее красивые… Нет, все равно доля газа будет велика. Но, во-первых, газ, давайте подождите, давайте начнем с того, что газ – это ценное сырье для химической промышленности. А как мы знаем, ФРГ – один из лидеров химпрома в мире. Ну, что там, пойдите в строительный магазин, посмотрите, что производится, какая химия стоит на полках в строймагазине. Газ, в том числе, там является сырьем, ценным сырьем. Есть такие вообще… звучат неоднократно, скажем так, предложения, что мы, сжигая газ для производства в частности электрической энергии и тепла, мы уничтожаем очень ценный продукт, который нужен, востребован обществом в целом. Это, кстати, важный элемент всего этого дела. Но, поскольку газ еще экологически эффективный вид топлива, его и удобно им… То есть, он же немного СО выбрасывает… Ну, это еще, чем уголь, чем там какой-нибудь там торф, понятно. Конечно, его можно сжигать прямо в населенных пунктах. Он только СО выбрасывает, и то там, скажем так, выбросов… Ну, скажем, он конкурирует успешно. Поэтому, в этом смысле, его удобно сжигать. Вопрос в том, как дальше рассматривать перспективы. То есть, сделать из него какую-то, например, что-то полезное для общества, или просто сжечь его для того, чтобы отопить свои домохозяйства или произвести какой-то киловатый час электроэнергии. Это отдельная дискуссия. Но, тем не менее, ФРГ это все понимает хорошо. Да, они развивают и активно развивают альтернативные источники генерации электрической энергии, прежде всего. Хотя, повторюсь, там тоже до совершенства немецкая энергосистема далека. Нужно тут не забывать, у них и проблемы в свое время. У них же атомные станции-то немного, в отличие от Франции, да? Ну, там доля атомной генерации существенно меньше. Плюс, пока правительство не отказывается от планов к 2022 году таких сократить полностью. Что, в том числе, может привести к определенному ренессансу и газовой отрасли, потому что не все так оно просто и однозначно. Посмотрим, куда будет двигаться ФРГ. Понимаете, у немцев и вообще в рамках НТСОИ, это объединенная система энергоэлектрическая Евросоюза, построено большое количество интерконнекторов между странами. В частности, между ФРГ и Францией они есть. А что такое интерконнектор? Это что такое? Это линия электропередачи. А, просто по-простому говоря, на языке родных хотим? Да, да. Вот. И, ну, ЛЭП. Даже корректнее все таки сказать, будет линия электропередачи. Ну, ЛЭПы. По-нашему, ЛЭПы. Ну, тут не суть важна. Мы тут уже, как бы, это мелочи. И они всегда могут, плюс у них система успешно взаимодействует с энергосистемой стран Балтии, как называется. Ну, Швеция, Дания. Скандинавия, да. Скандинавия, да, извините. Вот. А там очень высока доля маневренной генерации, потому что там большое количество электроэнергии вырабатывается гидро на гидростанциях, на ГЭС. Ну, и собственно... И всегда можно подстраховаться. Это очень важно. Понимаете, вот. Те, кто... Вот в чем проблема украинской энергосистемы. После того, как мы с русскими сейчас, как бы, работаем синхронно, но мы у них практически аварийную помощь по другим причинам брать не можем. Если что-нибудь, какой-то случится большой бодобум здесь, будет горе. Потому что получить помощь от поляков, например, ну, у поляков свои проблемы, там, и венгров, например, и не знаю, там, румын, мы не сможем, поскольку мы с ними несинхронно работаем. Нам могут помочь только белорусы и россияне. Ну, еще молдване, ну, с них толку не много, у них там самих не хватает. Вспоминая о Молдавии, я думаю, шутки шутками, так оно и есть. Вот. А вот немцы могут и с Францией. У них были проблемы с чехами, между прочим, у немцев в свое время. Или, точнее, у чехов были проблемы и за немцев, и за высокой доли ФРГ, там, в том числе, есть проблема в том, что у них эта альтернативная генерация, прежде всего, развита на юге, ну, точнее, давайте так, не на юге, извините, на северо-востоке и на севере, это ветрогенерация, прежде всего. А крупные потребители находятся на юго-западе. Ну, в промышленно развитых регионах ФРГ. И вот эти вот линии электропередач, которые позволяют перебрасывать, ну, электроэнергию до сих пор, ФРГ даже при их уровне технического развития, явно, что энергосистема куда более устойчива, чем украинская. Люди, вот если так просто говоря, мы же там уже почти в Европе, у вас тоже биопаспорт есть, и можно ездить, и даже вы там, порой, прокатиться на лыжах где-нибудь, там, с гор вот этих вот. Но речь о другом. Вот вы, как человек, который врубается в эту всю систему энергетическую, можете сказать мне вот честно, насколько, ну, понятна перспектива вам нашей такой евроинтеграции энергетической вот в Европу, Украину? Ну, смотрите. Или же этого не произойдет, как вот с НАТО, но не скоро это произойдет? Компании Украинерго есть большой план мероприятий, но его нужно за счет чего-то финансировать. Это если речь идет об рассинхронизации с энергосистемами Российской Федерации и Белоруссии, там сроки прописаны, чтобы вы понимали. Есть даже ответственный определенный, не буду фамилию называть. А рассинхронизация сроки? Да. Хорошие планы. Так, и синхронизация с Европой, да? Да, и там нужно, если не ошибаюсь, по-моему, 10 миллиардов гривен, которых нет, конечно, Украинерго. За счет тарифа, ну, собрать их будет сложно. Вот. Есть план попросить их у Европы. Ну, пока идут переговоры на эту тему. Ну, какого-то ЕБРР, условно говоря, который дал бы идею. Там достаточно много технических мероприятий. Я не хочу сказать, это отдельная техническая дискуссия. От строительства линий волоконно-оптической связи необходимых до придется отдельные, просто строить новые линии электропередачи и новые подстанции на магистральных линиях электропередачи, модернизировать их или новые строить даже. Плюс реанимировать те интерконнекторы, те лэп, которые были еще со времен Союза, которые соединяют украинскую энергосистему с энергосистемами, прежде всего, Польши и Венгрии. Сейчас уже эта работа постепенно как-то начинается, потому что мы пытаемся туда больше электроэнергии продавать. Вот. Там хоть какая-то коммерческая логика может появиться. Если поляки хотят покупать у нас электроэнергию с второго блока Хмельницкой атомной электростанции. Но лэп, которая была построена при Союзе, она, слава Богу, ее не растащили. На юге страны там вообще было преступление. Там был лэп, которая шла по Одесской области в Румынию, ее просто порезали, уничтожили за эти годы независимости. А там хоть из Хмельницкой на ХС ЖЭШУ, линия электропередачи, она стоит, по крайней мере. И там нужно только расчистить, порезать. Но по ней ничего не передавалось, да? Не передавалось. То есть ее нужно, конечно, модернизировать. По нашим оценкам нужно на этот порядок, чтобы я не соврал, по-моему, еще о двухстах миллионах. Какие-то кругом цифры такие. То есть от России мы можем быть в каком-то смысле более независимы, если идти по этому пути. Если производители стабильно и гарантированно получали электроэнергию, работая вместе с европейской энергосистемой, то есть нужно повысить качество работы. Это касается, прежде всего, частоты. Потому что в Европе другие стандарты. Там у нас, если, допустим, у них отклонение по частоте одно, оно в 10 раз меньше, а у нас другое. То есть допускается энергосистема. А наши объекты генерации пока не в состоянии обеспечить такую работу. То есть мы только движемся в данном направлении. Это отдельные технические задачи, которые должны быть решены в рамках этого большого плана. Но он выполнимый, этот план? Если будут деньги, конечно. То есть будут деньги? Я думаю, что план, как знаете, часто бывает по ходу, как в этом мультике говорили, кто там подрасти по ходу движения, ну он скорее всего увеличится, его сметная часть. Кто там по ходу движения успел подрасти? Собака успел, помните же в этом мультике? Да, что касается газовой сферы, там ситуация, ну скажем, с чем-то проще. Я объясню почему. Потому что газовая сфера, ну если с электрической, нужно постоянно поддерживать баланс. То есть частота должна быть 50 Гц. Все, никак. То в газе можно открыть задвижки на востоке, ну предположим, мы можем закрыть задвижки на востоке и качать газ с запада, если там будет газ. То есть для этого ничего не нужно. На западе оказывается с востока, я так понимаю, что ревер живет. Надо просто закрутить трубу. С энергосистемой, смотрите, с электричеством так не получится. Если мы просто там отрубим, допустим, электричество на востоке, а не сможем обеспечить частоту 50 Гц, то просто все поломается. Все с газом, условно говоря, отрубили, закрутили задвижки на магистральных трубопроводах на востоке, если есть давление с запада, газ пошел. Так откуда он на запад возьмется? Из Норвегии, что ли? Это же другой вопрос. Не, ну вы мне тут не договаривались. Из Гренландии, там же тоже какие-то разработки есть. Технически наша ГТС может работать, как показала ситуация 2009 года. Вот эта газовая война можно, там худо-бедно, но ее, кстати, один из главных, тогда он был главным инженером трансгаза, не сживаюсь, кстати, вот недавно Коболевские выперли из Укртрансгаза полгода назад, и Гройсман его пристроил, не буду фамилию называть, вот человеку тогда даже хотели отметить его за великую. Вот он был один из тех людей, которые тогда технические специалисты в короткие сроки смогли обеспечить реверсную работу украинской ГТС в обратном направлении, что даже зимой не привело к каким-то там, ну скажем так, заводам. Вот он истинный герой Украины, да? Мало кто о нем знает. Коболевский его из трансгаза убрал. Слишком он разбирается во все. Вот закончу по газу. Там, чтобы все стабильно работало, нужно обеспечить в Сволаки сочные объемы газа, а если российский транзит прекратится, то да, это будет проблема. Как она будет решаться? Не знаю. Это вопрос без ответа. Сволаки газ не добывают. Б. Построить интерконнектор. Хотя, если транзит прекратится, наверное, можно будет качать по существующим трубопроводам назад. Лучше построить новые интерконнекторы. Например, есть уже проект украинско-польский. Поляки готовы нам по трубе Baltic Pipe, которую они задумывали с норвежцами через Данию. Часть трубопровода, по крайней мере, на схеме уже нарисована как готовая по территории Дании. Нужно строить морскую трубу с месторождений в море норвежских до Польши. Но поляки активно, они до 2022 года хотят эту трубу запустить и вообще хотят, чтобы мыли покупателями в том числе газа по этой трубе. Сколько он будет стоить? Сразу о тарифах для населения это же волнует всех. Это все будет увеличиваться и увеличиваться. Тарифы должны быть уже полностью либерализованы. Какими он будет? Только знает воля Аллаха. Подождите, это же вопрос такой. Будет высок, тарифы будут высоки. Взрывоподобен и в политическом отношении? Нет, в стране могут провести существенные изменения политические, что очень вероятно. И отдельные политики и фамилии, которых не будем называть сейчас, с высокой степенью вероятности, могут эту всю прекрасную либеральную модель немного порезать. Ну, понимаете, о чем я говорю. Есть у нас известный политик, который на протяжении двух лет всему обществу доказывал, что цена газа, тариф на газное население должен быть не привязан к импортному паритету, а должен быть некий микс между добычей украинского газа. Пока нынешняя власть в лице господина Порошенко и Гройсмана и всеми порубьями и другими, они эту модель отвергают. Но я думаю, что этот политик, известный политик, который имеет все шансы стать следующим президентом Украины, конечно же, в этой филармонии наведет совершенно другой порядок или консерваторий. Поэтому некоторым товарищам, наверное, готовить уже, наверное, нужно. Это важно. Люди должны понимать, что, голосуя за Порошенко, они выбирают высокие тарифы на газ. Голосуя за других политиков, которые предлагают иные модели, они могут получить некие умеренные тарифы на газ. Да, это будет развал либеральной модели, отход от нее. Не знаю, что будет с МВФ, а МВФ на денег не даст тогда. Но, возможно, будут найдены иные ресурсы в обществе, в экономической и финансовой системе. Возможно. Потому что, как мы видим, полная... Просто мы зашли в такую ситуацию, возвращаясь, что нам от кредитов МВФ отказаться нельзя. Альтернатива дефолт. Буквально реально дефолт. В этом году нет, в следующем да. Вот в чем проблема. Нас завели туда. Да, я ценю сначала, а потом и все товарищи. И поэтому политику, которая настойчиво выступает за умеренные тарифы на газ. Будет у них сложно не просто эти тарифы уменьшить. Это-то полдела. Просто взял, убрал, условно говоря, пару людей. Коболева, убрал Витренко. Вову у нас комиссии по регулированию отправил, конфетами торговать. Ну, я так утрирую, конечно. И еще кого-то там. Это просто. А вот как сделать так, чтобы потом Запад не отвернулся, и последствия не были бы разрушительными для финансовой системы. Это совершенно другой вопрос, который не решаем в принципе в Киеве. Он в Киеве не решаем. То есть убрать. Подписываются несколько указов и уважаемые господа, ну, в лучшем случае, я думаю, они уже будут уже знать. Вы же сами сегодня сказали, что даже Коболев куда-то там в Америку летает и что-то там утрясает, просто говоря. Нет, ну Америка тут может... Поверьте, тут... Поможет ли нам Америка? Другое дело, что тут вопрос этого интереса украинского общества. Я не хочу ориентировать за этого политика. Ну, давайте, мы же не будем предпочтать. Ну, это очевидно. То есть люди, все, кто пойдут на выборы, ваши в том числе зрители, должны это четко осознавать. Голосуя за Порошенко и от Санюка, они голосуют за высокие тарифы. Голосуя за иные силы, которые предлагают альтернативные повестки дня, они голосуют за умеренные тарифы, какую-то вменяемую политику тарифообразования. Все. То есть, какая-то может антиреклама получилась, но это правда. Я не хочу никого рекламировать. Это правда. Когда люди просто идут за Петю и Васю голосуют, за гречку, так же не должно быть. Вы же четко понимаете. Аналогично, когда украинская власть тогда еще соглашение об ассоциации подписывала, ну что, избиратели знали, какие последствия будут этого, а потом все начинают возмущаться, что им не нравится, тарифы высокие и так далее и тому подобное. Но как же, могут быть невысокие, если в соглашении об ассоциации написано перевести к рыночному уровню. Вот и привели. Просто они это сделали прежде всего. У меня такой вопрос, может несколько, ну как и все мои вопросы, такой дилетантский и такой немножко вот гражданско озабоченный, поскольку мы же граждане украинцами, но вот может ли Путин после выборов 18 часа какие-то команды Газпрому вообще отдавать? И насколько он, вот как там с патриархами своими он там общается, насколько он с вот этим крупнейшим, по сути говоря, бизнесом России что-ли на коротке и зависит ли от его воли политической какие-то вот подвижки в наших отношениях? Вы говорили о неопределенности вот это замечательное. Нет, ну очевидно, что наверное может, но я не понимаю какого плана команды. Газпром уже очевидно на пути в арбитраж и я думаю, что все отношения взаимодействия с Украиной будут строиться исключительно в рамках вот как бы вот ну законодательства того, которое... Ну не законодательства, вот этих вот формальных рамках. О компромиссах каких-то я вообще бы речь не наверное по блажечках каких-то. Ну нефтегазистов очень там, как написал один там известный наш информационный сайт в Нафтогазе троллять Газпром и издеваются. Но я вообще не издевался, потому что вообще после 19-го года перспективы, мягко скажем, безразостные. Я понимаю сейчас там уже говорят, что Кобалев там ролики по телевидению, кстати, за ваши с нами тарифные деньги нефтегаз покупает рекламу на телевидении сейчас и сам себя рекламирует, что мы там победили Газпром. Шутки шутками, оно конечно смешно. Я понимаю, Кобалев чувствует себя победителем, ему удалось кучу решения, кучу проблем. Просто лавровый венок какой-то. Он и Бойсмана хорошо уделал с его претензиями. Да, это все правда. И себя усилил. И действительно, это неожиданно, но это действительно позитивное решение, особенно для нефтегаза. Но, это оно позитивно в неком картосрочном ключе. Что будет дальше, мы уже говорили об этом. Конечно, вопрос самый главный и самый далекий. Будет ли Путин этого делать? Ну, зачем? Ну, вот за тем, что все-таки, мы же к чему пришли в конце нашего разговора, это к тому все-таки, о чем все тут говорят время от времени, и никто не знает, что будет. По поводу ГТС, кто будет собственниками, купят ли американцы, купят ли там через пацанных людей это россияне, может по команде Путина какой-то там российский олигарх купят. Никакого даже вероятности, для меня возможность компромиссы пока не просматривается. Важно другое. По трубе, смогут, да, ну, вообще в газовом этом, смогут ли вот эти европейские потенциальные участники, кстати, вот пять компаний, которые с Кабмином уже находятся в процессе обсуждения, вхождения в качестве миноритарного акционера нашего оператора ГТС, нового, создаваемого на базе Укртрансгаза. Так вот, вся эта неопределенность, как вы понимаете, также добавляет им головной боль. Потому что, всегда проще договориться с Газпромом, когда он там, он же никуда не исчезнет на Востоке. Инвестиционеров с ним проще говорится. Порошенко может сказать, что Россия разрушится и так далее. Вы понимаете, это можно сказать три раза по телевизору, можно дать интервью, даже канал BBC. А Газпром уцелеет, да? Да, даже канал BBC это можно сказать. Вы же понимаете, после слова Порошенко Россия, наверное, все-таки вряд ли разрушится. Вот о чем сказано, если русские не заплатят нам долго, Газпром, то Россия разрушится. Это какое-то интервью в очереди. Я к тому, что надо быть реалистом. Одно дело, это когда внутренняя пропаганда идет, массированная внутри страны. Наверное, кто-то все это еще верит. Хотя она уже, как показывает последняя практика, приобретает. как Геббельс говорил, чем чудовищнее ложь, тем лучше в нее поверят. Но, однако, и Путин сказал, что нам не нужен никакой мир, если там не будет с ним Россия. Перефразировал, что нам не нужен никакой мир, если там не будет с ним Газпрома. Так что они друг друга стоят. Я внутри вкраинских событиях, я сейчас не о Путине. Поэтому, возвращаясь, добавила головной боли всем этим европейским участникам, потому что им будет сложнее договориться с Газпромом о потенциальном сохранении транзита. А зачем мы пытаемся их привлечь? В нефтегазе этого не скрывают. Чтобы они с Газпромом, мы-то не можем договориться. Кабмин, не знаю, может или нет, но Гройсман с Кистионом что-то пытались. Но, боюсь ее, что. Хотя, кто знает. Может быть, у Вадимира Борисовича. Может, у него какой-то переговорный гений, реализованный в долгие годы его коммерческой и иной деятельности в известных населенных пунктах. Не знаю, там все-таки шутками. Вот, но может быть. На известных площадках. Пока ему даже, да, на известных торговых площадках. Но пока никак там вообще. Полные иные. А эти пять стран, или это пять фирм, они все-таки заинтересованы? Живо и как-то вот уже сейчас? Там Словакия, итальянцы, поляки, французы и голландцы. Они заинтересованы. Они подали, по крайней мере, прислали заявки, что они заинтересованы. Но это только начальный этап переговорного процесса. Хоть Кобалев оттуда убрали, и то хорошо. Хоть оттуда это было. Боже, я вообще не... Подождем. Я думаю, что главное, вы уже сказали сегодня, и так или иначе все равно, кто-то связывает с предстоящими выборами фигуры замечательных, все-таки это героиня Украины, Надежда Савченко, вот эти заявления, там Луценко, Савченко. Но мы-то понимаем, что все население, все крупные предприятия, и 40 миллионов, там осталось украинцев, может все-таки их больше, нас больше с вами. Так или иначе они зависят от газа, который там реверсом, не реверсом по трубе, или как-то, не знаю, по воздуху будет передаваться. Я, кажется, уже не шучу даже. Ну да. И вот это будет большой политический вопрос в ближайшие там месяцы, год, на выборах. И поэтому спасибо, что вы вот разъясняете некоторые вещи, которые, ну, непонятны большинству, и многим, и мне в том числе. Спасибо, Дмитрий. Да. Главное, чтобы наша перемога это как-то срочно не превратилась в поразку в неком таком чуть-чуть более... Да, взраду, потому что, я скажу вам откровенно, если так будет, то уже тех, кто достиг перемоги, тогда не будет на местах, это очевидно. А кто будет разгребать последствия взрады, то это будет очень тяжело. Честно скажу, нефтегаз получил тактическую победу, это совершенно очевидно, и с этим их можно поздравить, но не исключено, что тактическая победа... Но внуки наши будут платить другие тарифы, скорее всего так. Да и дети, думаю. И дети, да. Спасибо. С нами был Дмитрий Марунич. Спасибо. Продолжаем просляться на OKR Live TV. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok